Привет! Где-то с полгода назад я выкладывал вот такой шортс. АМК. Акрил-мраморная крошка. Из названия, думаю, понятно, что в основе материала лежит натуральная мраморная крошка, благодаря чему покрытие выглядит как настоящая каменная кладка. Ну что ж, давайте откроем коробку и в этом убедимся. В каталоге продукции АМК имеется 7 видов рисунка кладки и аж 20 оттенков. Мы выбрали рисунок кирпич вот такого цвета. И если снять защитную пленку, то тактильно действительно ощущается как настоящий камень. Одним из преимуществ данного материала является легкость монтажа. Все, что нужно, это ровная поверхность и соответствующий клей. Смелое заявление, но я на всякий случай решил спросить у соседа, который уже облицевал свой дом таким же материалом. Я просто хотел вопрос задать. Это вы ребят нанимали, чтобы они сделали или самостоятельно делаете? Я просто думаю, как я в одного справлюсь или нет? Ребят, я не нашел, поэтому справляюсь сам. Думаю, вы управитесь. Только вопрос времени. Ну а мне же остается дождаться весны и теплой погоды, и можно приступать к монтажу. Но так как весна в этом году вышла капризная, то пришлось ждать лето. В общем, в этом ролике я буду делать фасад в мастерской. Приятного просмотра. Ну а начать я хотел бы с тыльной стены. Дело в том, что делать это буду, в принципе, в первый раз. Вроде как там не сложно, но не хочется накосячить. Стена достаточно большая, и здесь есть некие неровности. Ну, например, вкладки пеноблока мы с отцом не прямо в профессионалы, а тогда еще прям совсем не очень. Так что выложить стену идеально ровно у нас не получилось. Где-то что-то торчит, какой-нибудь уголочек. Так что его нужно будет зачистить и сделать хотя бы приблизительно ровную стенку. Тут все сыпется как-то, блин. От моста, кстати, себя тоже не очень хорошо чувствует. Где-то она уже не отошла. Ну, блин, извините, не являюсь строителем, но очень им быть хочу. Дело в том, что все это время у меня здесь лежали всякие доски, мусор строительный. И буквально недавно я вот как раз-таки начал здесь уборку. Ну, в общем-то, первым делом, я думаю, что нужно взять болгарочку с щеткой и пройтись прямо по периметру всей этой стены. Дело в том, что это не совсем заводской пеноблок. Мы его покупали где-то там в местном производстве. Кто-то делает пеноблоки с микрофиброй в составе. И дело в том, что это заливные пеноблоки. Там их заливают форму и высушивают. И стенки формы смазывают маслом каким-то или какой-то технической смазкой, неважно. И, собственно, поверхность этого блока становится такой уж слишком глянцевый. Точнее, не глянцевый, а слишком как будто ровный. А мне, собственно, хочется, чтобы покрытие держалось очень даже надежно. Так что вперед за болгаркой. Попробую использовать вот такую щетку, насадку на болгарку. Посмотрим, как она себя поведет. Ну, с багом. Хочу пояснить, что дело тут не совсем в нас. Мы, конечно, облажались, но не в самой кладке, а именно в том, что поспешили и купили вот эти пеноблоки. Дело в том, что геометрия этих блоков хоть и стремится быть идеальной, но еще очень слишком далека от этого. По сути, мне просто нужно затереть торчащие наружу углы. Блин, тут надо быть аккуратнее. Она прям сжирает пеноблок, эта насадка. Короче, не буду рисковать. Болгарка сильно много съедает пеноблока, причем он быстро, даже на первой скорости. Так что вооружаюсь обычным шпателем и сбиваю то, что уже практически отваливается. Вы, наверное, хотите спросить, почему я так стараюсь для стены, которую, в принципе, ни соседи, ни я не смогут увидеть, потому что здесь забор рядышком. Я не знаю. Но на самом деле я знаю. Я начал с тыльной стороны для того, чтобы набить руку. И уже перейдя к фасадной части, все получилось более-менее идеально. Нашел старый краскопульт. Надеюсь, он еще работает. Она говорит, выкинь, выкинь. Вот, пригодился. А, до 50 метров квадратных. Ну, понятно. В общем, хватило только на чуть больше половины стены грунтовки. В принципе, стена готова к тому, чтобы наносить декоративное покрытие от АМК. Внутри самой коробки имеется подробная инструкция, как же наносить данное покрытие. И вот, как же оно выглядит. По-моему, выглядит прикольно. Так, и в первом разделе подготовки поверхности я пропустил достаточно важный шаг, видимо. Я не отремонтировал все трещины и выбоемки. Блин. Ну, ладно. В принципе, солнце еще не село. Так что можно пока отремонтировать и замазать все дырочки. Что касается клея. Используется клей для керамогранита и мозаики. И исключительно белого цвета. Если использовать обычный серый плиточный клей, то ввиду того, что АМК-кирпичик имеет небольшую прозрачность, он может изменить свой тон. Ну, в принципе, сделал немного латок, скажем так. Так что на сегодня все. Завтра начинаем стелить покрытие. Немного заката. Вчера я показывал другой клей, но сегодня купил ЮНИС. К этому покрытию прилагается, ух ты, даже здесь написано, инструкция по монтажу, обучающее видео. Плюс также имеются рекомендации по клеям. И данный клей ЮНИС Белфикс, он есть в списке, так что все нормально. Какой следующий этап? И первым этапом это у нас разметка. Высота полотна, точнее от верха до низа кирпичиков у нас 116 сантиметров. Да, я бы сделал даже 119 лучше. Пускай будет 2 сантиметра снизу на погрешность, скажем так. 118. Отмечаем. Не знаю, видно вам или нет лазер. Ну, сделаю вот такие пометки по лазерной линии, по которой буду выравнивать наш лист. На улице еще светло, так что придется постоянно передвигать лазерный уровень, чтобы, продвигаясь, зачерстить линию вплоть до самого конца. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И, как написано, шпателем выглаживаем весь воздух. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вовремя. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА После приклейки каждого листа произвожу затирку швов этим же клеем. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Блин, чисто вот на один кирпичик не хватило. Ну, ладно, здесь, в принципе, несложно отрезать полосочками и приклеивать. И это, наверное, скорее всего, надо будет делать сразу. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И так, я уже почти на финишной прямой. И все-таки не удержался и позавчерашнюю сторону отклеил. Ну, не знаю, выглядит прикольно. Но если что, так делать нельзя. Ждем четверо суток. Так, ну, мне, собственно, нужно еще заполнить все свои чистые места на одежде клеем и добиться эти 5 метров. А уже в следующий раз будем снимать пленку. И, собственно, вы-то увидите это через мгновение. А я пока работаю. Ну что, пробуем снять пленку. В инструкции сказано, что для того, чтобы она легче отклеивалась, нужно смочить поверхность водой. А сейчас я покажу, что же будет, если вы не проявите должного терпения и не выждете четверо суток перед снятием защитной пленки. Может произойти вот такое вот отрывание мраморной крошки от клея. Но, на самом деле, это не так страшно, потому как одно из преимуществ данного покрытия – это очень простая ремонтная пригодность. То есть вам не нужно демонтировать полностью весь лист, а достаточно просто вырезать. Нужно всего лишь вырезать данный кирпичик, зачистить данное место, загрунтовать и вклеить новый целиковый кирпичик. Так что я думаю, что на этом стоит закончить первую часть этого ролика, потому как все-таки, наверное, нужно дождаться четверо суток, пускай все высыхает. Ну а уже в следующей части я облицую мастерскую по кругу. На этом, в принципе, все. Ах, да, и чуть не забыл, уже завтра, 1 июня, состоится фестиваль столярного отдела в Москве. Так что я там буду присутствовать. Если что, приходите. Будем снимать с одним человеком некий контент. А на этом, в принципе, все. Если видео вам понравилось, то ставьте лайк, подписывайтесь на канал. И увидимся в следующем ролике. Пока!